Всем привет ребят, с вами снова Хик, извиняюсь за долгое отсутствие на канале, но речь сегодня пойдет не об этом. Как вы поняли уже из названия, мы поиграем сегодня с вами в игрушку, очень сильно напоминающую GTA V. Разумеется, не в плане графики, не в плане сюжета и прочего того, нет, на самом деле игра сырая, и она называется Block Warriors, в стиме она стоит 35 рублей, ссылочку найдете в описании, если захотите в нее поиграть. Но, главная цель это то, что здесь открытый мир, кастомизация своего персонажа, также ограбление, покупка бизнеса, покупка домов, войны банд, гаражи, тюнинг автомобилей, автосалоны и все в этом духе. Также есть режим от третьего лица и от первого, то есть в принципе есть схожие моменты с GTA V, но в этом еще убедитесь, как я только нажму новая игра. Пройдемся сначала по менюшке, уж извиняюсь опять же за сам кусок видео, то есть видите, какой он растянутый, какой-то неродной как будто бы, все дело в игре. То, что она еще альфа, аудио, настройки, громкость эффектов, громкость музыки, графика, сами понимаете, ну сейчас все поставим, естественно, на высокое. На высокое, то есть тут даже банально нету выбора разрешения, вот настолько она еще сырая, но я хочу вам ее просто первым показать. Опять же, мы здесь можем наблюдать схожесть шрифтов с GTA V, ну то есть это шрифт GTA V во всех менюшках, вот такое, там шрифт присутствует, вот, управление, 4 здесь мыши, вот и все, собственно, больше нам ничего не нужно. Также есть статистика определенная, смертей, арестов, уровень, экспи какой-то, непонятно к чему, банда, какое я состою в звании, читов активировано, видимо здесь есть еще читы, я просто этого еще пункта не нашел в игре. Все заработано, всего потрачено, гражданских убито, ну и так далее, отмычка, дрели, дрели нам нужны, кстати, будут для ограбления банков, тут их тоже можно ограбить, как в GTA V, собственно. Также, кстати, здесь есть еще вид от первого лица и от третьего, то есть с таким ходишь, с таким и проходи. В общем, давайте не будем тянуть и сразу же нажмем на одиночную игру и посмотрим некие сходства с GTA V. Вы сейчас сразу, у вас в глаза прям бросится тот момент, погнали. Одиночная игра. Загрузка. Волторн Сити, обучение. Такс, и что же ты нам скажешь, дорогая игра? Добро пожаловать в Волторн Сити. Пальмы кубические. Напоминает, да, пляжик из GTA V? Тот самый, Санта-Мария-Бич. Ваши цели стать боссом группировки Реверо и развивать свою империю. Вот, наша цель такая. Разумеется. Вы можете привести недвижимость, дома, офисы и так далее. Интересно. Здесь находится ваша банда. Завоюйте уважение и станьте лидером. Напоминает какой-то там этот, сам ПРП или еще что. Вы можете приобрести бизнес и иметь с него доход. Клево. Вы можете приобрести офис и основать организацию. Вот, видите, вот такие вот здесь есть какие-то напоминания, такие жесткие намеки на GTA V Online. Там подобные тоже миссии есть. Ты можешь там основать какую-то свою компанию, можешь стать лидером группировки и так далее. Вот, даже офис чем-то похож. Ну, согласитесь, похож. Из GTA Online. Здесь можно купить оружие, инструменты и еду. Ну, то есть, про все отмычки и дрели мы можем привезти в этом самом магазине. Толлстория. Каждый магазин можно ограбить. Вот. Что еще самое интересное. Здесь можно купить одежду или аксессуары. Кстати, еще напомню то, что без отмычки мы не сможем вскрыть автомобиль. Также мы не сможем ограбить банк без дрели. Приобрести себе автомобиль и кастомизировать его. Хранить здесь. Типа, это гараж какой-то. Вы можете сделать прическу или отрастить бороду. Круто. Видите? Кастомизация персонажа. Ничего не напоминает. Так, после смерти вы попадете в больницу. Ну, это дефолт. Так и в GTA. В общем, это такая GTA 5 на движке Майнкрафта. Что-то типа того, наверное. Ну, что-то есть похоже. Но, опять же, с размерами карты и с другими прелестями GTA 5 не сравнится, разумеется. Игра вышла буквально позавчера, 5-го числа. Вот. Банк можно ограбить. Прикольно. Игра стоит 35 рублей всего. Ну, сейчас посмотрим. Получим ли мы удовольствие за 35 рублей, находясь в этом городе. Много интересных обновлений нас ждет в будущем. Разумеется, игре-то всего 2 дня. Кстати, еще разработчики добавят в будущем онлайн режим в эту игру. То есть, можно будет поиграть с друзьями. Блок Варриорс. Не знаю, возможно, кому-то из вас понравится эта игрулика. Ааа, смотрите, ограбление магазина. Первое задание, видимо. Миссия. Брайан говорит. Тони, у меня есть для тебя работа. Чем могу быть полезен? Тони говорит. Я хочу, чтобы ты обчистил один магазин. Не парься. Работа несложная. Тем более, я предоставлю тебе оружие и автомобиль. О, клево, что, Брайан. Не слишком ли круто? Я ведь только сюда приехал. Намерен заниматься легальным бизнесом. Да не волнуйся. У тебя уже есть опыт в этом деле. Ведь тебе не нужен стартовый капитал. Я помогу тебе с этим. Ладно, какой у нас план? Вот, держи бандану, пистолет и ключи от этой машины. Вау, нифига себе, красненькая? Это что, типа... В магазине еще будет сейф, его можно открыть дрелью. Бери эту сумку, в ней весь инструмент. Клево. Тебе придется разобраться с охранником у двери. Потом наводишь пушку на продавца, и он дает тебе всю наличку. Вау. Это просто. Кажется. Хорошо, Брэн. А что делать с копами-то? Твою мать. Будем надеяться, что ты успеешь ехать до их приезда. Я должен это надеяться, черт возьми. Так, а что надо грабить-то? Согласен, я заеду к тебе в 23.00, Тони говорит. Совсем награблен, что ли? Садитесь в автомобиль. Воу, мы можем двигаться. И, кстати, сразу же видим, бросая твои глаза, справа радар, разумеется, как в GTA 5. И, опять же, в GTA Online есть такая фишка, что у вас есть деньги на руках и есть деньги в банке. То есть у нас в банке 0 сейчас, а на руках 250 бачей. И, что мы тут можем делать? Вот, вид от первого лица. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы можем ходить и бегать. Вид от третьего лица. Не знаю, я со третьего лица побегаю, чтобы это хоть как-то напоминало GTA 5. Хотя и без этого уже напоминает. Есть пистолет у нас. То есть с помощью колесика мышки. То есть тут даже все прицепляется, смотрите. То есть все нормально. Не то, что в GTA 5, да? Согласитесь. То есть все, мы можем идти и мочить прохожих. Это, кстати, моя банда. Это моя банда. Грув-стритовцы, наверное. Так, ладно, садитесь в машину. Давайте не будем отвлекаться от задания. Это похоже на тачку Франклина. Только она белого цвета. Но тут немножко надо по-другому. Едите, красный маркер на миникарте. Откройте миникарту в меню. Красный маркер. Вот он, видите? Такой огромный. Кстати, карту вообще никак не могу шевелить. Совершенно никак не могу. Так, настройки. Я хочу просто музыку убавить. Потому что, скорее всего... Кстати, видите, осталось... Ну, баги, лаги, баги. Бракованная версия попалась. Хотя я покупал стимин. Ну ладно, не суть. Бета-версия. Музыку уберу. Пока что. Так. И едем в магазин. Надеюсь, я сориентируюсь, блин. И, черт побери, найду его. А где я-то нахожусь? Мне бы еще понять, где я нахожусь. Так, ограбление. Ага, то есть я так... Ага. Ну, в общем, по сути, несложно его найти. Тут карта... Очень маленькая. Надеюсь, я его найду. Так, вот. Мы доехали до этого края. Хорошо. Так, это пляж в Санта-Марии. Будем его называть так. Не такой уж и большой трафик. Ну, скорее всего, из-за того, что ночь. Так, и где-то здесь на углу он должен быть. Блин, даже никаких указателей нет. Типа того. Так, это банк. А мне нужен магазин. Так. Так, мы с банком рядом. Банк, 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 банк. А, вот он, банк находится. То есть мы вот так вот едем. И вот нам сейчас надо будет вот повернуть. Прям вот здесь. И в конце улицы нас ждет тот самый магазин, который мы должны якобы ограбить. У нас уже все есть. Брай нас всем обеспечил. Всякими ограбленническими штучками. Такие как дрель. И все в таком духе. Так, это тоже нет. Это что вообще такое? Это, по-моему, то самое. Похоже, кстати, на клуб Малибу, не? Вроде да. Так, едьте в магазин. Так, я в магазине, не? Так, ребятушки, я нашел, наконец-то, гребаный ганшоп. Вот видите, ганшоп. И рядом с ним есть гребаная оружейная. И вот тот самый маркер, куда нам надо. Так, хорошо. Допустим. Допустим, мы его нашли. Блин, сложно на самом деле. Вы бы знали, как сложно искать. Эти гребаные места, где здесь находится все. Потому что карта не обновляется. Черт, побери. Так, я опустусь здесь. Вот, видите, красный маркер. Он, его еле заметно. Фак. Так. Мы приехали на задание первое. Сейчас будем грабить. Заходить в магазин. В смысле? Это что-то было? А, я должен был, типа, на тачке? Хорошо. Так, заходим сюда. Продуктовый. Аграбьте магазин. Возьмите деньги из кассы и взломайте сейф. Гребаный охранник. Короче, надо его кончать, наверное. Вау, мадапака. Мадапака. Взять деньги из кассы и взломайте сейф. Е. Блин, не то. Мадапака. Так. 5 XP. Ой. 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 Ограбление состоялось. Что надо делать-то? Что надо делать? Ограбьте магазин. Ограбил. Состоялось. Магазин не работает. А, я понял. Бежим быстрей. What the fuck? Что происходит? Я же ограбил магазин-то. Hello. Так, а что, копы не приедут? Наверное, их. Еще нет в этой игре. Хе-хе. Так. О, деньги. Возьмите деньги из сейфа. А. Тут еще сейф есть? Твою мать. Ух, давно я такие не занимался. Возвращайся к Брайну. Понял. Я еще деньги-то из сейфа не взял. У меня 3000 сразу. Е. Изи-мизи. Возвращайся к Брайну. Понятно. Какую-то хрень. Ну, в принципе, знаю, как вернуться к Брайну. Просто едем вот так вот. Вот даже у нас по карте, скорее всего, отмечен этот дом. Нет, не отмечен, кстати. Вот я, например, не понимаю. Куда ехать? Куда ехать? Где этот мой Брайн? И не Брайн? И вот, наверное, здесь, да? Да. Да-да-да. Это самое мое. Это мое. Кстати, это же автослон, даже как в GTA V. И машина поехала сбивать. Твою мать, это не я сделал, сука. Так, все, Брайн. Я... В смысле? Фух. Тони, это было не так сложно. Блять, Брайна убили, сука. Брайна убили. Миссия выполнена. Ну да, прикольно. Сдохни, сука. Это интересно, кстати. У меня четыре звезды. Едрить, откуда вы заиздились? Я умер. Мертв. Какая-то вот такая вот игра. Давайте посмотрим, как тут кастомизировать персонажа. Как раз я дышком нахожусь. Так, девчулька. Ну-ка, могу я ее ударить? Не, в GTA V можно было быть прохожих, а здесь нельзя. Парикмахерская. Посмотрим, как можно кастомизировать своего персонажа. Добрый день, у меня 3700. Куда вложить деньги? О, смотрите, это, скорее всего, парикмахер. Эй. Е для выбора стрижки. Хорошо. Так. Вау, прикольно. Смотрите, как в GTA V. Прически. Так. Длинная челка, высокая прическа. Ничего себе она тут стоит. Ну-ка. А что поменялось-то? А, вот она, только что я подстриг. Блин, почему нельзя выбрать? Точнее, посмотреть сначала, как что... Окей. Так, бороды. О, борода, усы. Блин, не хватит на бороду-то. Щетина. Ага, за маской ничего не видно. Ну, допустим. Давайте, допустим. Усы. Все? Денег как бы нет. Ну, хорошо. Вроде неплохо, кстати. Вроде неплохо. Так, а где мои усы-то? Как их... Ладно, давайте посмотрим, как работает магазин одежды. Если здесь я вообще его найду. Пока бежал до магазина одежды, решил вам показать оружейный магазин. Вот так он выглядит. Ничего не напоминает? Напоминает, разумеется. И вот так вот тут здесь можно покупать всякие разные рода пушки. О, даже броник можно купить. Ну-ка, давайте купим. Ей! Прочность. Нифига себе. Я еще хочу купить вот диггл. Так, закрыть. Все, у меня теперь есть диггл. Можно пострелять, кстати. Неплохо. Неплохо. Недурно. Совсем недурно. А что, у меня теперь типа два пистолета теперь? Ага. Я заменил. Я заменил предыдущий. Ай, факт за счет. Окей. Так, наконец-то я добрался до магазина одежды. Вот так он выглядит снаружи. Здесь разные люди ходят. Ну что, реясим пень день уже. Надо что-то делать. Окей. Заходим. Магазин одежды. Ууу. Кстати, неплохо. Блин, я хочу, чтобы здесь в этой игре был онлайн. Чтобы покатать за друзьями. Это что интересно? Это бюджетный вид GTA. Что такое вообще? Это что такое? Непонятно. Так. Я могу, кстати, его ограбить. Если мне не будет не хватать денег. Окей. Покупка одежды. Майки. Всякие рода майки есть. А, кстати, нельзя примерять. Вот что самое плохое. Я не могу посмотреть, что это за майка вообще такая. То есть тут сразу покупается все. Пиджаки, смокинги, вся фигня. Аксессуары тоже разные. Ну давайте что-нибудь купим. Хотя мне даже на аксессуар не хватает, сука. Так. Ну, в принципе, что делать, если тебе не хватает. Денег. Разумеется. Хорошо. Сейф давай. Сейф давай. Эй. Псс. Купите дрель для взлома сейва. А, ясно. Обычно преступники не возвращаются на свое место преступления. Но я, пожалуй, это сделаю. Я хочу купить себе одежду. Я смогу это сделать? Ага. Черт вас два. Все реалистично. Продавцата здесь нет. Некому продавать больше. Я же его убил. И что? И все, что ли? Все? Капец. Я всегда останусь в этом наряде гребаном. Как снять эту гребаную маску? Не знаю. Пока без понятия. Так. Немножко решил поиграть от первого леса. Сейчас посмотрим, как происходит покупка всяких дрелей, отмычек и прочее того. Продуктовый. Так, погодите. Я же его ограбил, да? А что я могу вкупить прогулалом? Ага. Это покупка бизнеса. Я могу только его, наверное, скорее всего ограбить. И охранника здесь нет, кстати. Но нет. Я хочу большой куш, поэтому мне нужны инструменты. Так. Инструменты. Хорошо. Я хочу вот сюда. Так. Я могу купить что-то, да? Да. Купите. Так. Отмычка остается. Дрель 750. Это да. Это много. Так. На отмычку куплю. Че? Теперь можете вскрывать замки автомобилей. Понятное дело. Кстати, давайте посмотрим, как происходит взлом автомобиля. Я же купил гребеную отмычку. Так. Взлом, взлом, взлом. Взлом процесс. И. Взломано. Автомобиль открыт. Ну все. Это теперь моя тачка. Также можно переключать радио. Но, как вы понимаете, у меня звуки радио не работают. Ну, я их отключил в меню банально. Так. Еще бы то, если я попытаюсь сбить пешеходов. Ну-ка. Это, кстати, мои. Нифига себе у них че. Секунду. Это же, это же в джекпот. Смотрите, даже за спиной. АК-47. Идеально. Дать взятку. Да. Я могу дать взятку, как в Мафии 2. Я хочу. Я хочу пистолет. На! Бич! Своих бьем, чтобы чужие боялись, разумеется. Так. Бониска группировка. Что там со мной? Насрать мне вообще на всех. Нет. Так-то реалистично реализована стрельба. Бич! Так, настоящий сейчас ГТА устроим, блин, в этом городе. Кстати, у меня как бы в руках-то АК-47, но так иконки не изменилось. Ну, окей, бета-версия. Простим. Не, вот эта боевка мне нравится. То есть, тут даже прицел трясется. Все трясется. Я бы реально поиграл в эту игру с друзьями. Быстрее бы мультиплееры уделили. А-а-а! До последнего. У меня еще броня, кстати. Блин, у меня столько всего. И уже, кстати, сват. Ну, дайте попробую набрать 5 звезд. Между прочим. Тут 5 звезд можно. О! А, патроны, я думал, бесконечные. Откуда? О, сватовцы приехали. О, не-не-не, после сватовцев это все уже жопа. Пацаны, смотрите, у меня в дырки персонажи. В дырки персонажи. А-а-а! Быстрее, 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 быстрее. Бонни-хопим, бонни-хопим. От бонни-хопились. Аж рука отлетела. Она как мертвая. Ну, а на этом все, ребят. Надеюсь, вам этот видеоролик понравился. И вы поставите большой жирный лайк. Пишите комментарии, что думаете об этой игре. Также я ссылочку оставлю на эту игру в описании. Может быть, кому-то будет не жалко поддержать этих разработчиков. Ну, хотя же игра сырая, пипец. Но ей всего 2 дня. Вот такой вот криминальный городок. Вроде как интересный проект. Посмотрим, буду следить за его развитием. Чтобы добавить сюда разработчики. В общем, все. С вами был Хик. Всем большое спасибо за просмотр. Извиняюсь за долго отсутствие еще раз. И всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok